Всем привет! С вами Влад и... Гоша. Вы знаете то, что я вкладываю видео, не знаю, раз в неделю, может даже раз в две недели, поэтому я хочу это как-то разбавить такими небольшими простыми роликами, в которых я буду что-то делать, например, с игроками. Вот, как раз-таки видео. Собака Неорита! Сегодня у нас будет конкурс скинов, но он будет необычный. Как видите, у нас тут огромная башня. Как видите, нас проспонсировал также клан Берленд. А это значит то, что сегодня мы будем оценивать медведей. То есть, вот. Здесь всего должно быть 12 мест, но нам как-то особо-то не удалось. Мы хотели собрать людей конкретно с моего канала. Призы у нас сегодня такие. Первое, донат админ или доплата до следующего доната. То есть, если у кого-то есть главарь, это будет максимальный предел. То есть, я смогу доплатить до управляющего, а дальше я уже делать этого не буду, потому что это дорого. Креатив это на втором месте или 50 рублей на счет. На третьем месте у нас 30 миллионов долларов. У нас только две оценки, это good и bad. А оценивать мы будем также самые крутые скины, у которых много чего детализировано. 7-8 человек у нас сегодня участвуют. Я беру свои любимые две оценки. Если я на шее увижу какую-то мордашку и все такое, это одно из правил. Это красное. Со мной также будет оценивать Гоша, помощник. Он разбирается в медведях больше, чем я. Он сам медведь и сам президент вообще медведей как бы. За такие действия я скорее всего просто поставлю красную оценку, кстати, да? Да ему чищу, чищу инвентарь. Подойди сюда, Гоша. Давай вместе его оценим. Такой интересный скин. Темный. Я так понимаю, деталька в том, что у тебя глаза светятся будто в темноте. И я сейчас просто зайду в game 3. Что я вижу в game 3? В принципе, простой скин. Давай я поставлю пока что зеленый. Конкретно мы сейчас будем ставить зеленые. И если у нас будут все зеленые, мы будем выбирать только один из них неправильный. Слава следующий. У него такая интересная корона. В принципе, скин хороший. Подними, пожалуйста, голову вот так вот. У него никаких монтажек нету. Правила он не нарушает. Подними, пожалуйста, голову. В форме официанта интересный на самом деле вариант выбора скинов. Такой галстук хороший, да. Это, в принципе, детализированный скин. Как видите, у него даже есть всякие двуслойные детали. Опа. Так, это что-то новое. Я впервые такое вижу. Это, я так понимаю, юбка или... Ой, здесь какая юбка? Платье, платье, платье. Мы ставим также зеленые. Собственно, дальше у нас идет Руслан. У него интересный вариант скинов. Синие штаны. Но я поставил, наверное, оценку зеленые. Давайте, кстати, поставим факелы. Можешь расставить Гошу? У Славы такой интересный вариант. То есть у него глаза прям такие, знаешь, такие красные. Прям будто они сейчас лазером тебя убьют. Я поставил зеленые, да. И у нас идет Валера. Подними, пожалуйста, голову. Я поставлю также зеленые. Как видите, у нас сейчас все зеленые. Все более-менее удовлетворяют правилам. Тут всего только 7 участников. Какой ты хочешь убрать лично ты? Давай, Гоша. Да, пересмотрел. Ну, вообще, у меня шанс увеличится на Миронта. Потому что у него скин слишком темный. Не видно. Ну, давай поставим красный. Не особо, так скажем, выделяется. Ну, не повезло, не фартануло. Поучаствую еще в других роликах. Переходите вот на синюю. Вижу одного нарушителя. Он просто разбрасывает вещи до сих пор. Его глаза это подтверждают. Что ты скажешь? Но я тебя предупреждал уже миллиарды раз. Поэтому... Мы поставим красную оценку, потому что ты бесишь такие действия делать. Реально, бесит просто. Ладно, это я вас сейчас выпустил. Ничего страшного. Понимаю. Значит, переходите все на следующую линию. Одни из самых похожих. Смотри. Самые левые, самые правые. Похожие скины. У тебя есть плащ вообще? У тебя плащ эндермена. Это, скорее всего, лоббимод виноват в этом. Мне кажется, надо исключить Валеру. Потому что в шапках бывает у Деда Мороза, например. Да? С Новым Годом. Хе-хе-хе. Новогодний вариант. Не самый лучший. У тебя было много времени выбрать скин. У нас всего осталось 4 участника. Предоставляют возможность тебе. На самом деле, сейчас мне как-то стало слишком сложно. Я даже не знаю, кого убрать. Который с короной у него меньше всего второстепенных деталей. У него двойная деталь – это корона. В общем, Слава, сегодня не твой день, к сожалению. Итак, начинается топ-3. Мне кажется, надо Руслану исключить, знаешь, каким? Когда он будет на втором месте. То есть, его надо на втором месте поставить, скорее всего. Единственное, что мы можем ему выдать – это 50 рублей хотя бы. Да-да-да, он как раз-таки хочет 50 рублей. Сейчас твой выбор. Потому что я не знаю, кого здесь выбирать. Тут только медведи остались. Давайте Жамилью. Да-да-да. Хорошо, тогда мы поздравляем тебя с третьим местом. Тогда поздравляю с участием. Попадёшься в следующее испытание, оно уже будет на реальные деньги. Давай, сделай свой коронный выбор. Давай. Ну, тут, конечно, сразу ясно, кто здесь проиграет. А, ты умер? Понимаю. Дорогой дневник мне не передать все мои чувства и унижения словами. Слава. К сожалению, Руслан, для тебя это будет, наверное, к счастью. И я думаю, это заслуженное место, потому что уши детализированы, и шапка, и всё это. Ты побеждашь, и ты попадаешь под этот наркоманский маяк. Конкретно для меня он наркоманский, потому что у меня шедеры такие баганутые. В общем-то, да. Мы должны доплатить до следующего доната, но у тебя барс. Это много. По сути, мы должны тогда просто выдать другому любому человеку админку, либо на твой второй аккаунт. Что ты выбираешь? Главный админ. Так, ты выбираешь Валеру, у которого админ. 58 рублей доплатить. Хорошо, я это сделаю. Оплата произведена успешно. Я тебя поздравляю с победой. Валера, перезайди на сервер. Так, Руслану я тогда, получается, 50 рублей перевожу. Напиши, тебе пришло или нет, Руслан? А, вот он написал, да, всё, пришло, отлично. Три участника сейчас попадают в регион, и я сейчас ставлю табличку. И на табличке будет написан ник каждого человека, который здесь будет что-то делать. Сейчас вы должны построить самого большого, ну или самого маленького медведя, вообще, какого-нибудь, чтобы он выглядел красиво, и тот, кто сейчас покажет очень хороший результат, получит небольшой приз. Давайте, всё, время пошло, давайте. Сейчас у нас имеется три постройки, и прямо сейчас мы их оценим. В общем-то, победитель, ещё раз повторяюсь, получит 100 рублей на свой счёт. Первое, что нас встречает, это Никита. На самом деле, мишка похож на шоколадный мишка, например, из Барни. Вот официально заявляю, что вот эта постройка может вызвать у вас желание поесть. Вторая постройка у нас, это постройка Руслана. Здесь у нас видно сразу алмаз, сразу видно богатый человек. Вода, ты это одобряешь, да? Да. По сравнению с этим, здесь детализации меньше, но зато тут есть вода, но зато тут есть рамки, но зато тут есть штаны и очки, кстати. Постройка последняя, это у нас медведь. На нём одеты очки, и он держит походу чупа-чупс. Сзади мы видим то, что он встал на колено. Здесь детали, собственно говоря, больше. Тут даже сердечко, смотри, сердечко. Они все, кстати, хорошие. У всех свои детали есть. Мне ушки нравятся. Мне, честно, кажется, что этот медведь на самом деле не медведь. Ну, потому что у него ушей нету. И здесь такое ощущение, что это фуф-фуф вообще, это фуф-фуф. Наверное, все-таки выберем победителя вот этот. Я объявляю победителя координате. Поздравляю тебя с победой. Мы готовы тебе предоставить 100 рублей на твой счёт. Окей, всё, я это сделал. Дискорди, напиши мне в ЛС. Пришло? О, да, пришли, спасибо. Отлично, тогда я тебе удаляюсь, друзей. Такое вот видео получилось. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие короткие видео. В общем, всем удачи, всем пока.